Почему шведы живут до 90 лет? Четыре главных забавных правила, которые мы можем перенять. Кому бы не хотелось прожить долгую и счастливую жизнь? За секретами долголетия многие привыкли обращаться к восточным нациям. Я уже рассказывал о привычках японцев и китайцев. Их успехи и правда поражают. Но оказывается, у европейцев тоже есть чему поучиться. Недавно я прочитал, что к нациям долгожителей также относятся и шведы. До самой глубокой старости они ведут активную беззаботную жизнь. А в одной из шведских деревень живет более 20-ти столетних пенсионеров. Я разузнал о секретах долголетия шведов. Вот что мне удалось найти. Первое. Солнце – основа жизни. Швеция может быть и не самая солнечная страна, но о пользе солнца шведы явно знают лучше всех. Любой ясный денек шведы стремятся провести вне дома. На выходные взрослые организуют пикники, встречи на открытом воздухе, обязательно берут с собой детей и с рождения приучают их вести активный образ жизни, а не сидеть дома. Даже во время обеденного перерыва в офисе никто не остается, ведь намного полезнее погулять и насладиться теплыми лучиками солнца. Солнце – вечный источник витамина D. Но помимо этого, каждый уважающий себя швед принимает витамин D в таблетках. Именно он – залог крепкого иммунитета и здоровых нервов. Второе. Здоровье в зубах. Огромное внимание шведы уделяют здоровью зубов. Посещение стоматолога несколько раз в год – обязательная программа. И в этом нет ничего удивительного. От состояния зубов зависит и вся система кровообращения. Даже небольшая ранка в десне способна привести к серьезному заражению. А неправильный прикус влияет на осанку, вызывает головные боли и желудочно-кишечные заболевания. Поэтому шведы внимательно следят за здоровьем зубов своих детей и приучают их к правильной гигиене. И в этом деле бояться стоматологов точно не нужно. Третье. Кофе или чай. Мы привыкли к тому, что вода – основа жизни. Все врачи и специалисты говорят о том, что важно выпивать 2 литра воды в день. Безусловно, восстанавливать баланс влаги в организме необходимо. Но вот шведы предпочитают другой напиток и считают его самым полезным. И чай, и кофе обладают уникальными полезными свойствами. Ученые все еще спорят, что лучше и полезнее. Но шведы отдают предпочтение именно кофе. Почти в каждом доме стоит своя кофемашина. И в день шведы выпивают аж по 3-4 чашки. Как говорят шведы, кофе предотвращает болезни Альцгеймера и Паркинсона. А также снижает риск диабета. Четвертое. Сбалансированный рацион. Как бы хороши не были другие привычки, но без правильного питания до 100 лет не доживешь. Сбалансированный рацион – основа крепкого здоровья. Шведы едят относительно немного. Весь секрет в том, что питание должно быть разнообразным, а продукты – качественными. Также желательно отказаться от жареного, копченого и сладкого. Лучше уделить внимание натуральным продуктам. Скандинавская страна богата морепродуктами. Рыбу шведы готовы есть на завтрак, обед и ужин. Но важно также разнообразить рацион свежими овощами и фруктами. А вот мясо они едят намного реже и советуют им не злоупотреблять. Ну а как мне кажется, самое главное – не забывать расслабляться и получать удовольствие от жизни. Если постоянно смотреть на мир через призму «что вредно, а что полезно», не заметишь, как жизнь пролетит мимо тебя. Даже сами шведы говорят, человек получает энергию не из еды или сна, а из веселья. Так может главный секрет их долголетия – умение мыслить позитивно и радоваться пустякам? Ставьте лайк, если согласны, что долголетие – упорный труд, приправленный позитивным взглядом на мир.